добрый день дорогие друзья сейчас довольно часто можно услышать такой термин как арт-терапия и на самом деле да не многие знают суть этого направления психотерапии и психологии и у нас сегодня есть возможность немного больше узнать об этом методе и поможет нам с ним познакомиться и разобраться в нем наших наши гости евгения алман здравствуйте веке здравствуйте наталья евгения психолог и арт терапевт поэтому она как специалист знает что это за зверь как я всегда говорю что это за зверь и расскажет нам об этом но давайте буквально с бок с буквы а начнем до арт-терапия что это такое что это метод это метод терапии которым можно работать практически со всеми группами клиентов который заключается в том что мы сначала что-то творим а потом то что натворили разбираем ну то есть если немножко вдаваться в конструкт то в арт-терапии выделяется три этапа и каждый из них и позволяет этой арт-терапии быть первое это терапевтическое пространство терапевтический контакт с терапевтом то есть но если мы говорим о том что я пошел где-то нарисовал с кем-то обсудил так это не работает в первую очередь и база на которой можно что-то творить это именно терапевтический контакт второе ты собственный процесс творческой экспрессии и уже заключительным этапом является интерпретация и вербализация того что мы вытворили первый этап эта встреча с терапевтом да и установление контакта правильно об объяснении метода то есть терапевт объясняет что вы дает инструкцию так далее второй этап это экспрессии это то что я делаю рисую леплю и так далее да то есть мой процесс и третье интерпретация мной мы его же рисунка то есть я должна рассказать сама себе или своему терапевту что я вижу что я чувствую что я вижу да что это для меня означает что ты для меня означает скорее ну то есть что я вижу да тоже что я чувствую тоже но почему это родилось сейчас здесь почему я изобразила таким образом почему мне так захотелось ну то есть по большому счету это фантазирование и все что нужно в этот момент от терапевта это позволить этому быть то есть направить как-то подсказать вопросы которые человеку стоит задать в этот момент себе ничего не скажем не надавливая и не подгоняя клиента под какую-то свою модель под свое видение проблемы просто позволить клиенту искренне и хорошо с собой пообщаться с помощью как раз объекта творения вот здесь как раз тот момент вы сейчас упомянули о котором я слышала много раз что я приду на арт-терапию я там что-то нарисую а мне потом терапевт про меня все расскажет да и это проблема далеко не арт-терапии только эту проблему психологии психотерапии в принципе потому что до сих пор очень многие верят что я приду пусть меня научит пусть меня научит пусть мне расскажут как мне правильно жить я вот приду с каким-нибудь вопросом там кого выбирать петью или лёшу и пусть она мне скажет кого на самом деле надо выбрать это не волшебная таблетка и если в других опять-таки сферах жизни люди уже ну как-то примеряется с тем что ну похоже чтобы иметь красивое накаченное тело нужно правильно питаться и много работать чтобы иметь здоровую функциональную психику нужно тоже правильно питаться и много работать никто за вас этого не сделает то есть по сути ни один из инструментов психотерапии не является как мы уже говорили об этом да нет ни в одной встрече не является той самой магической таблеткой волшебной палочкой призмах который человек то и ни один псих псих психотерапевт никогда не возьмет на себя ответственность за то чтобы принять ваше решение на себя опять таки может кто-то возьмет я не буду а ну может быть есть такие да хорошо видов арт-терапии очень и очень много вот какие куда какие куда на самом деле опять-таки из того что мы уже обсудили из того что в арт-терапии необходимо три этих компонента и вытекает обилие видов ну то есть это может быть что угодно в зависимости от того что у вас сейчас под рукой камушки песок глина пластилин краски карандаши ножницы бумага что угодно ничего нет есть танец не хочу двигаться есть музыкальные инструменты не хочу не люблю музыку и какое-то собственное выражение через музыку хорошо возьми карандаш пиши ну то есть это может быть что угодно главное чтобы в этом был на условный запрос процесс творения такой творческой экспрессии неважно посредством чего но чтобы это было про что-то да для меня потому что есть опять есть какое-то терапевтическое состояние есть какой-то запрос и уже потом про то что я сейчас сделал я нарисовал или вылепил или вырезал или написал придумал сочинил с импровизировал станцевал выложил из камушков создал мозаику нарисовал витраж что я про это могу сказать какие вопросы про это я могу себе задать если я правильно поняла вот сейчас проза про запрос сказали да у меня такое впечатление может я вас неправильно поняла что если ты идешь к психологу разговаривать да беседовать то ты должен представлять примерно с чем ты идешь да ну то есть бывает конечно такие запросы вот меня что-то тревожит а я вообще не знаю что да ну тогда больше времени на просто уйдет на то чтобы ну дойти до до истины а в арт-терапии можно так что вот просто есть некое желание что-то вот сделать именно нарисовать что-то сотворить и человек идет к арт-терапевту к терапевту именно вот желание под под присмотром в контакте с терапевтом именно вот это из себя извлечь но даже потому как сейчас строить вопрос становится понятно что это дело первых там наверное 10 минут то есть 10 минут я не понимаю зачем мне это просто ко мне например очень часто люди приходят а я просто увидела пост меня ничего не беспокоит мне ничего не надо решать мне ничего не надо узнавать я просто увидела пост мне откликнулась мне захотелось давайте что-нибудь нарисую и это иллюзия которая рушится за первые 10 минут потому что даже если мы еще не начали говорить человек уже рисует и понимает что он рисует что-то он понимает что это как-то не случайно происходит он понимает то что хотел изобразить одно почему-то получилось другое и естественно потом терапевт который за всем этим наблюдал спрашивает слушать а почему вот так произошло почему вы сначала нарисовали то потом это почему вы выбрали такой цвет и тут же человек уже начинает эта картинка открываться то есть мы же с вами однозначно сегодня еще поговорим про бессознательные цензуру и вот если в начале когда человек приходит цензур сдерживает настолько что я вроде туда хочу а зачем хочу не понимаю то в процессе когда мы уже что-то творим мы уже что-то делаем цензура волей-неволей немножко отступает то есть мне становится понятно что я сейчас хочу рисовать здесь это не просто так это про что-то во мне это про какие-то мои чувства это про какие-то мои проблемы это про какие-то мои тревоги но не может сейчас на бумаге родиться что-то не имеющие ко мне отношения это же то же самое как с рукоделием я всегда говорю как можно критиковать какой-либо продукт ручной деятельности если этого не существовало в природе до меня и с арт-терапии также этого рисунка бы не родилось если бы во мне что-то его сейчас не создавала этой скульптуры бы не родилось если бы во мне не было той энергии которую я сейчас хочу явить свету если у человека как ваш клиентка сказала откликнулась да да получается что если человек хочет что-то ну материализовать свое творчество присутствие то он может это сделать совершенно спокойно это будет уникальность вот та самая уникальность о которой мы все говорим да потому что и она будет в в контакте с терапевтом она будет безоценочно конечно это очень дорогой на самом деле такая вещь который мы все ищем и тут опять про цензуру и про сопротивление и прочее если я хотела нарисовать рисунок почему я пришла рисовать его к вам если я хотела просто слепить что-то из пластилина вы мне здесь для чего почему не сделали это дома один на один не получив от этого спорта давать ваша клиентка тоже поэтому к вам и пришла да то есть вот это это же тоже сопротивление да когда она говорит я просто так я вот а на самом деле выбрала время нашла откликнулась именно на ваш пост нашла вас записалась к вам выбрала время приехала да и конечно и после это говорит я тут совершенно случайно мимо проходил нет и здесь как бы нет понимаете тоже мы называем так это сопротивлением но мы никогда не знаем как правильно как хорошо правда и поэтому если человек до после всего этого что вы перечислили будет верить что так случайно получилось и у меня не было никакого запроса мне просто хотелось прессовать в присутствии терапевта ok ничего страшного значит ему сейчас так надо значит это сейчас для него имеет какое-то значение такое хороший термин раньше был очень популярен психологическое сопровождение и вот то о чем вы сейчас говорите у меня как бы вот так получается что это есть психологическое сопровождение человека к тому ну какому острые иголки которые его тревожит который он не видит и который нужно как-то ему показать и может даже он ее вытащить захочет да с какими проблемами может работать арт-терапия здесь на самом деле практически нет никаких ограничений то есть арт-терапия эффективно проявляет себя в различных подходах в различных модальностях и в терапии тех или иных клиентов с теми или иными проблемами здесь скорее есть некоторые особенности опять-таки метода которые позволяют ей быть эффективнее например чем что-либо другое с клиентами которые имеют какие-то трудности выражения собственных чувств вербализации собственных чувств опять-таки если раскрывать это мы можем сказать что ну в зависимости от возраста это может происходить я что-то чувствую но в силу того что мне 5 я не понимаю что или в силу того что я мужчина я должен быть сильным или в силу того что мне воспитали меня воспитали так что никому нельзя рассказывать о своих чувствах то есть может быть ряд ограничений которые человек сам себе устанавливает которые не позволяют ему прийти к терапевту и сказать знаете а я чувствую себя подавленным потому что я одинок несчастен и мне очень очень грустно я не понимаю смысла всего этого но вместо этого он сможет прийти к арт-терапевту и все это нарисовать и никто в его голове не скажет ему ты не имеешь на это право ты должен молчать об этом и опять-таки вытекая из выводя из всего вышесказанного арт-терапия практически не может работать если у человека какой-то стопор на образности то есть если он по каким-то причинам не может говорить о том что чувствует о том что с чем сталкивается арт-терапия здесь незаменима но если он по каким-то причинам не может об этом фантазировать говорить может все что угодно а фантазировать об этом не может не может представлять это в помощью образов не может ну то То есть именно в части фантазии, воображения и образного мышления существует какой-то блок, то вот здесь говори ему, не говори, нарисуйте, пожалуйста, мне свою тоску, или что вам хочется сделать с этим рисунком, это не будет иметь никакого эффекта. Вот эти нарушения, о которых вы говорите, отсутствие фантазийности, это патологическое или это может быть культуральное какое угодно? Может быть, так и так. То есть это действительно, это может быть на биохимическом уровне. Это может быть на культуральном уровне, просто так нельзя. Это несерьезно, правда, мыслить образами. Это может быть конкретной физиологической проблемой. То есть так про всех вам сказать, конечно, не могу. Ну то есть получается, что все-таки очень широкий спектр возможностей, шире, чем у обычной психотерапии, вербальной. Сложно сказать, шире или нет, потому что мы же ориентируемся на клиента, мы же не знаем, кто к нам придет. И мы всегда работаем с тем, что есть. То есть если я работаю, например, только в арт-терапии, а ко мне вдруг пришел человек, который не различает цветов, вряд ли я смогу что-то сделать, да? Но если я работаю в арт-терапии и еще в чем-то, то я смогу, не травмировав его, спрятать краски и сказать, давайте мы об этом поговорим. Хорошо. Допустим, к вам пришел вот та самая девушка, которая случайно зашла, у нее все нормально. Как проходит сеанс непосредственно? На самом деле так же, как любой другой сеанс у психолога. Единственное, с каким-то еще дополнительным прикладным инструментом. Ну, то есть это такая же точно встреча, это такая же точно установка контакта между терапевтем и клиентом, такой же точно контракт. Просто, опять-таки, если мы говорим, что это разовое мероприятие, то есть человек пришел только на арт-терапию, то здесь из минусов контакта такого не установить, как устанавливается обычно контакт терапевта с клиентом. А из плюсов человек уже пришел заряженный на эту тему. Он уже пришел гораздо более готовый, чем какой-то клиент, который не планировал рисовать, например, на сеансе. А в целом все то же самое. Мы садимся, рисуем, дальше мы говорим. Мы просто, понимаете, тут, если на сеансе, в котором ко мне просто приходит клиент без запроса на арт-терапию, я буду изначально говорить про него и его чувства. Я буду спрашивать его вопросы о его жизни, я буду спрашивать вопросы о трудностях, с которыми он сталкивается, о его мыслях, его чувствах, то здесь я в первую очередь буду говорить о рисунке или о скульптуре или о мозаике. И вот это позволяет избежать излишней цензуры. То есть мало того, что я... Ну, это же рисунок, это не я. Как это меня касается, если я сейчас говорю про рисунок? Это не о своих чувствах сказать, это рисунок. И вот здесь это действительно служит дополнительным раскрепощением для клиентов, у которых много запретов и много ограничений относительно того, как они могут вести себя с терапевтом. Когда вы говорите цензура, то мы как раз и имеем в виду вот эти запреты, да? И контроль, вот как бы собственный контроль того, что мне можно, того, что мне нельзя. Он, как правило, не осознаваем. Но он есть у всех. Просто на том или ином уровне. В этой ситуации можно вырулить через арт-прием? Конечно, если есть какое-то, например, абсолютное нежелание говорить, то есть человек уже пришел, он уже говорит, мне нужна помощь, я хочу работать с вами, но при этом сталкиваемся мы с какой-нибудь абсолютной трудностью в говорении. Ну, например, человек начинает говорить, начинает плакать, и ни слова не может сказать. Мы можем так поплакать одну, две, три сессии, но запрос-то никуда не денется. И вот здесь можно предложить ему порисовать или полепить, или, не знаю, собрать мозаику из камушков и говорить уже о ней. То есть, если мне сейчас плохо, но не знаю почему, то здесь с помощью арт-терапии можно заниматься исследованием, можно заниматься диагностикой, что и где болит. Если я знаю, что не так, но боюсь туда смотреть, и не хочу туда смотреть, и мне страшно, что я с этим не справлюсь, арт-терапия может выступить в качестве такого проживатора. То есть, инструменты, которые позволят мне достать на поверхность какое-то свое чувство, запрятанное, вытесняемое, и справиться с его принятием и проживанием. Если у меня все классно, все хорошо, но что-то нет сил, или я не могу как-то раскрыть свой творческий потенциал, то вполне себе я могу с помощью арт-терапии работать над ресурсом. Я могу искать в ней силы, я могу искать в ней вдохновение. Тут так же, как в принципе, и опять-таки в любом другом методе, все зависит от запроса. Я вспомнила сейчас ситуацию, когда я сама первый раз вообще попала на арт-терапию, это было очень давно, и меня тогда очень удивило, ну, скажем так, после работы с терапевтом, рекомендации или просьбы нарисовать внутреннюю пустоту, или там нарисовать тоску, да, то есть вот это вот, как это, а как это можно нарисовать, да, и я насколько поняла из ваших слов, нарисовать можно абсолютно, ну, все что угодно, любое состояние, любое состояние, если... И именно для этого терапевт, как бы, вот первой части работы, да, подводит потихонечку, объясняя вот к тому, чтобы это не было так вот сразу ба-бах и на голову упало. Конечно, и здесь вот как раз, ну, мы говорили об этом в части сопротивления, правда, что, ну, как это я нарисую тоску? Я же должен знать, как она выглядит. И вот здесь вот это как раз рубеж, который мы либо переходим, либо не переходим. Ну, то есть если я могу пофантазировать на тему того, как выглядит моя тоска, я могу пофантазировать на тему того, что такое для меня, как выглядит моя внутренняя пустота, то мы идем дальше. Если я не могу, то, наверное, здесь мы остановимся где-то на каких-то когнитивных вещах, не требующих образности лишней. Синевая сторона личности — это то, это те качества, те свойства наши, которые мы по каким-то причинам не относим, не присоединяем к себе, да, не интегрируем себя. Меня там нет, я этого не вижу. Мне это не близко. Вот откуда они берутся? Опять-таки, может быть масса каких-то, как сказать, факторов, влияющих на это. То есть это и социальные факторы, например, как-то неодобримое в обществе поведение, да, поведение, желание, культурологические, религиозные. Ну, то есть это опять-таки история про цензурированность и запрещение себе чего-то. То есть когда существует какой-то идеальный образ себя и качество, например, сильно идет с ним в разрез. Ну, то есть если я представляю, фантазируя себе, что я вот такой, узнать, что я не до конца такой или что во мне есть еще это, это очень болезненно и травматично. Поэтому все эти качества уходят в тень и я не... Ну, я думаю, что с этим все сталкивались, вот это чувство, когда тебе кто-то говорит, ты грубый, ты говоришь, я? Не! Ну, кто угодно, но не я. Нет, нет, нет. И вот этот вот протест, чувство, что меня оскорбили, чувство, что человек вообще не понимает, о чем он говорит. Это вот как раз такая история, что я настолько не могу принять, что во мне это может быть, что готов протестовать, готов биться за то, чтобы доказать, что нет. Этого мне точно нет. А без присвоения себе этих качеств у тебя не произойдет интеграция собственного я? Так? Ну, тут опять, не бывает же каких-то абсолютов. Ну, конечно. Не бывает какой-то идеальной картины. Поэтому я могу что-то оттуда доставать, присваивать, а что-то не присваивать. Так всю жизнь прожить, об этом не узнав. И ничего страшного. Присвоить все, абсолютно все, достать вот до последней крупицы. Невозможно. Нет. Ну, это очередная иллюзия. Да, да. И поэтому, да, если я узнаю о себе, что я, наверное, не всегда идеальный собеседник. Белая и пушистая, да? Белая и пушистая. Мой невроз немножко легчает, потому что требовать от себя, чтобы я была белая и пушистая, когда мне на ногу в транспорте наступили, я же требую, потому что у меня есть иллюзия о том, что я белая и пушистая всегда. А если я вдруг приму в себе то, что, ну, нет, не всегда, и не должна я всегда ей быть, то здесь как здорово мне будет человеку цыкнуть на то, что вы стоите у меня на ноге, слезьте. Понимаете? И все, и можно быть уже в этом месте не белой, не пушистой, зато спокойной, радостной. Есть такой термин, сейчас появился возраст доживания. Я его когда говорю, у меня прям мурашки потело. А он где-то в официальных источниках я его видела. Возраст зрелости, когда человек уже, мало того, что прожил большую часть своей жизни, он уже и там, и мама, и бабушка, и может быть даже прабабушка, вот в этом возрасте замечательном, когда, казалось бы, сложно поменяться человеку, арт-терапия может сохранить когнитивные способности человека? Как-то? Вопрос желания, мотивации. Ну, то есть, вне зависимости от того, о каком возрасте мы будем говорить. Совершенно индивидуально. Конечно. Ну, то есть, я знаю прекрасные примеры, где когнитивные способности людей очень почтительного возраста сохранялись и сами собой, потому что человек очень хотел их сохранить. Читал книги, умножал в уме, стихотворения заучивал наизусть, учился новому. Но если я не хочу прилагать какие-то усилия, то вряд ли я и на арт-терапию соглашусь. Правда? Потому что для меня, опять-таки, в каком-то уже зрелом возрасте это такой приличный выход из зоны комфорта, пойти куда-то рисовать свои чувства. Зачем? Ну, это уже будет признак того, что человек на правильном пути. В этом плане я говорю, арт-терапия — средство, и не нужно это забывать. С кем-то работает, с кем-то не работает, но для того, чтобы процесс запустился, необходимо желание, необходимо, как вы сами говорили, волевой компонент. Необходим волевой компонент, что-то менять, в каком-то направлении двигаться, расти и так далее. И если этого не будет, то толка тоже нет. Как будто в этом методе еще есть отсутствие ограничений каких-то, да? Я сейчас расскажу, с чем я сама для себя это связываю. Опять, если говорить даже про фрейдовскую модель нашей психики, где есть сознание, цензура и бессознательное, мы говорим о том, что в сознании мы оперируем словами. Ну, то есть, если я могу вербально что-то выразить, значит, я это осознаю. А для бессознательного слова не нужны, поэтому сны мы видим образами, да? Мы фантазируем образами, мы вряд ли проговариваем что-то, хотя можем, но для бессознательного слова не принципиальны, так же, как для сознательного они обязательны. И поэтому, когда мы говорим про артерапию, если это терапия без использования слов, например, ну, то есть, есть, например, сказкотерапия, где мы все равно прописываем сказку, но мы прописываем образ, и вот в месте, где мы фантазируем про образ, в месте, где мы лепим из глины, в месте, где мы рисуем что-то, мы не используем слова, и, значит, там цензуры в любом случае меньше, чем когда мы что-то проговариваем. После этого что происходит? У меня есть, например, рисунок передо мной, который я уже нарисовал, и терапевт начинает задавать какие-то странные вопросы, да, почему, как, что, что вам хочет сказать этот рисунок, что он чувствует сейчас, и здесь цензура опять не включается настолько, насколько включается в просто терапевтические сессии, потому что, ну, я же говорю не про себя, а цензура работает только на меня, она цензурирует мои мысли, мои чувства, потому что я с этим совсем отождествлен, поэтому всему могут меня оценить, поэтому если говорить про мои чувства, я не скажу, а если я говорю про рисунок, то можно сказать все, что угодно, абсолютно все, что угодно, фантазия может идти куда угодно далеко. И дальше что мы имеем? Рисунок нарисован, история его рассказана вслух, и вот здесь с таким большим опозданием я замечаю, что это же был мой рисунок, это же я его нарисовал, а потом еще я рассказал эту историю, значит, она не может быть не связана со мной. И вот здесь уже спохватывается цензура, но все уже сделано, уже есть материал, который можно обсуждать, про который можно коммуницировать с точки зрения «А что для вас это?» «Про что это?» «С чем у вас это ассоциируется?» Если бы вы думали, что этот рисунок нарисовал какой-то другой человек, что бы вы могли сказать о нем? как будто бы, как это относится к моей жизни, к вашей жизни? Да, но потому что оно не может не относиться, это же сделал я, я мало того, что это сделал, я еще историю про это придумала, рассказала. Рима Павловна Ефимкина в этой ситуации, когда у них вместе с Анной, когда заканчивается какой-то рисунок, они говорят завершающая фраза «И так я живу, в этом суть моего существования». Как? Я так живу? И здесь наступает время инсайтов, потому что цензура все проморгала. Да. Что, собственно говоря, и требовалось сделать? То есть нам каким-то, мы обходными путями идем, вот наоборот, вот так, наверное, идем к подсознанию, чтобы вытащить то, что... И тут важно напомнить о бережности. Ну, конечно. Ну, то есть вытащить, то мы вытащили, но если сейчас у человека такая паника, что он не хочет это, ни в какую не хочет это принимать, то додавливать и говорить, что ну нет, ну это же ты сделал, ну ты сделал, возьми ответственность за то, что ты сделал. Это по меньшей мере жестоко и травматично, и поэтому да, если человек в этом месте говорит, а, ну да, слушайте, это же точно про меня. то здорово, но если он в этом месте говорит, что знаете, фигня это все, и не имеет это ко мне никакого отношения. А такое тоже бывает, да? Конечно. Здесь мы соглашаемся и говорим, конечно, если вы так считаете, это однозначно так для вас. кто интерпретирует результат? В первую очередь, если я правильно поняла, интерпретирует сам клиент. А если он говорит, ну я хочу услышать и вашу интерпретацию тоже? Я могу свою интерпретацию дать, но с точки зрения себя и своих чувств, если бы это был мой ребенок, если бы это был мой рисунок, если бы это что я чувствую глядя на этот рисунок. Я не знаю, про что это для вас, я не знаю, что вы чувствуете глядя на этот рисунок. Я могу говорить о своих чувствах. Мой ассоциативный ряд такой, но подчеркивают эту разность между нами, что то, что чувствую я, это не обязательно то, что должен чувствовать он, и наоборот. Потому что, опять-таки, почему я против каких-то категорий цветов, да, цвета спокойные, цвета агрессивные, цвета условно хорошие или условно плохие, цвета тоски, цвета счастья, мы понятия не имеем, что для человека, который сидит напротив нас, счастье, как он видит радость, как он видит любовь, как он видит спокойствие. и поэтому мне, будучи другим человеком, сказать ему, знаете, вот этот голубой означает, что вы в тоске, будет попыткой навесить на него какую-то свою историю, свое какое-то правило. Это та же самая цензура, да? Нет, правильно, вот так. Но зато я могу спросить его, почему вы выбрали именно этот цвет, с чем он у вас ассоциируется, что вы чувствуете, глядя на вот этот оттенок. У меня в практике была потрясающая история, где на мою просьбу нарисовать что-то безумно ресурсное, спокойное, дарящее ощущение счастья и безопасности, человек начал заливать лист черной краской. И когда я спросила, а почему? Мне сказали, ты что? Ты что, не видишь? Это же долина вулканов на Камчатке. Поэтому мы не можем знать, что формирует те или иные убеждения человека и говорить ему, что, ну, слушайте, вот у вас преобладают красные оттенки, вы, наверное, очень подавляете свою агрессию. Может подавляет, может нет, но он точно об этом лучше знает, чем я. Золотое правило, спроси. Если не понял, еще раз спроси. Если да, то что этот участок для меня значит? Про что он для меня? Если цель в проживании и облегчении своих каких-то состояний, сядь и нарисуй свои чувства. Нарисуй тот страх, который съедает тебя изнутри. Посмотри на него. он сейчас перед тобой, он на рисунке. Он не такой большой, как ты себе его представлял. Он на рисунке, он умещается на листе А4. Тебе до сих пор так же страшно? Как ты можешь помочь этому страху не возвращаться больше сюда? А можно здесь вот применить, вот прям вот в том моменте, о котором вы говорите, то, что применяют нейрографики. То есть, вот допустим, человек нарисовал страх, он его увидел, он его осознал, и в нейрографике там как? Там все острые углы их закрашивают и таким образом нивелируют проблемы. Вот здесь может человек взять, грубо говоря, ту краску, которая для него будет лечебной, ресурсной, грубо говоря, вот этот страх закрасить. Можно все. Это тоже. Смотрите, тут какой момент. А то, что я закрашу страх, он никуда не денется. И здесь я бы, опять я бы шла от клиента, я бы спрашивала, а что бы вы сейчас хотели сделать с этим страхом? Вы теперь с ним познакомились? Вы теперь знаете, что он у вас есть? Куда бы вам хотелось его поместить? Как бы вы помогли ему уйти? Что он от вас хочет? Ну, то есть, опять, если мы говорим о какой-то самопомощи, все зависит от вашей фантазии. Единственное, что я рекомендую, так, по совести отвечать себе на вопросы, чтобы не скатываться вот в это. Это и так понятно, это и так ясно. А прям проговаривать от начала до конца вопрос и проговаривать от начала до конца ответ. Может быть, записывать что-то, но чтобы это не было таким вот поверхностным, а прям четко, как бы я отвечала на этот вопрос, если бы меня спросил кто-то другой. Если запрос на ресурсность, то можно нарисовать ресурс, причем, какой хотите. Хотите энергетически, пожалуйста, денег хотите, пожалуйста, нарисуйте в эти деньги. и разговаривайте с ними о том, что нас с тобой разделяет. Что я могу сделать, чтобы ты стал ближе ко мне? Как я могу помочь себе, тебя понять? Как мы можем задружиться? Ну, то есть, опять-таки, вы ограничены только собственным воображением. Оно может быть безграничным. Конечно. Применение к себе не только арт-методик, любых всех корректирующих методик ведет, в принципе, к улучшению качества жизни. Нет? Так нельзя? Так нельзя? Смотрите, мы с подругой записываем подкаст, и там всегда проговариваем одну и ту же фразу. Чувства всякие важны, чувства всякие нужны. И здесь то же самое. Ну, то есть, хотите, дерзайте. Улучшайте качество жизни, пробуйте новые методики, путешествуйте, изучайте языки и обязательно ходить на терапию. Не хотите? Не делайте этого. Только вы сами знаете, как для вас лучше. Только вы сами знаете, что вам помогает. Главное, чтобы вам было комфортно и вам самим нравилось. Если вам хочется разбираться с собой в методе арт-терапии, пожалуйста, разбирайтесь. Если вам не хочется вообще никак с собой разбираться, пожалуйста, не разбирайтесь. Пусть будет так, как хорошо и комфортно вам. И в этом тоже признание собственной личной ответственности за свою жизнь. Конечно. Конечно. Маша, каждый наш разговор, касающийся любой темы о психологии, заканчивается тем, что и в этом, и так я живу, в этом суть моего существования. Если я не признаю в признании моей личной ответственности за мою личную жизнь, за мою собственную жизнь. Ну тут опять, если я не признаю, не значит, что этого нет. Просто мне комфортно так. Я хочу видеть ровно столько. Если приходит клиент, который говорит, что вот, ну условно нет у меня ответственности, ни за что. Здесь отвечает мама, здесь отвечает папа, здесь отвечает муж, а вот за это вообще сын отвечает. И при этом нет у человека проблемы, и он говорит, я пришла вообще про поводу кошки поговорить, я очень расстраиваюсь, что она болеет. То туда и не стоит смотреть, потому что это ответственность, это опять-таки выбор каждого. кому-то ее и не надо. Когда ребенок рождается, он уже умеет рисовать, он уже все умеет. Ну вот, в силу того, что нас так воспитывали, мы так росли, мы как бы эти умения забыли, не развили и так далее, да? А когда ты даешь себе немножечко внутренней свободы, если ты этого хочешь, конечно, то там все происходит само собой. И здесь никто не ждет на арт-терапии от тебя каких-то шедевральных вещей. Ты рисуешь сам себя, и ты рисуешь, это делаешь для себя. Вот я как клиент арт-терапии поняла это совершенно четко и поймала это удовольствие. И это, наверное, было очень важным открытием для меня. Евгения, спасибо вам большое за очень интересную беседу. И думаю, что, может быть, мы еще вернемся к этой теме, она интересная очень, и, может быть, конкретно о каком-то методе, допустим, в арт-терапии поговорим. Я с удовольствием. Спасибо вам большое, Наталья, что пригласили. Спасибо. На этом наша передача заканчивается. В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин